Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Святитель Иоанн Златоус, избраны беседой о повседневных вопросах христианской жизни. Беседа о том, что из кротости нравов просекает много добродетелей. Раб Христов более познается по кротости своего нрава, нежели по имени, которое дали ему родители. Бог любит род человеческий не столько за девство, за пост, за презрение богатства, за готовность простирать руку помощи нуждающимся, сколько за кротость и скромность нравов. Так как и самая готовность помогать нуждающимся происходит во всех любящих Христа, не от чего иного, как от их доброты и как потоки из родников, так попечительность о бедных простекает из кротости нравов. Ибо всякий смиренный и кроткий легко склоняется к человеколюбию и не может оставить без внимания находящихся в бедности, считая бедность других собственным несчастьем. Зависть хуже всего, а человек добрый и кроткий, не допуская в душу свою этой злой болезни, но видя своих братьев благоденствующими, он сорадуется и соутешается, считая благоденствие других собственным благоденствием, и почитая всеобщим у друзей, сорадуется им счастье и сострадает в несчастьях. Таковы дары кротости, такова жизнь живущих в смирении. Кроткий есть отец-сирот, защитник-вдовец, покровитель бедности, помощник притесняемый, всегда защищающий и справедливая. И для сына, бывая достопочтенным отец, ведущий жизнь кроткую, и сын для отца, и раб для господина, и господин не другим чем-нибудь приобретает себе благораспродолжение слуг своих. Ибо когда они видят, что он находит удовольствие и смирение, и со всеми обращается кротко, то весьма уважают его и удивляются его, считая владельца своего более отцом, нежели господином. И следуем же тщательно, по силам нашим, какие блага проистекают для смиренных от кротости нравов. «Кроткий любезен тем, которые видят его, любезен и тем, которые знают о нем по слуху. И нет никого, кто, слушая похвалы кроткому человеку, не пожелал бы видеть его, приветствовать, и непрестанно смотреть на него, считая как бы выгодой для себя его дружбою. И если какие-нибудь люди ссорятся между собой за имущество, то прибегают к человеку доброму и кроткому в надежде, что всякая ссора и несогласия тотчас прекратятся от его доброты. Подлинно, когда случится людям враждовать между собою, то кротость судей располагает быть кроткими тех, которые легко приходят в негодование и гнев. Другие же, стараясь явиться примирителями враждующих, не могут внушить себе такого уважения. Так, по моему мнению, в каждом деле убедительный советник есть тот, кто первый исполняет действия, которые он советует. Посему, когда учитель кротости первый является исполняющим свои советы, то он, как только явится, тотчас украшает неистовых, и не нужно ему убеждений, ни слов, но еще прежде произнесения каких-нибудь выражений он уже водворяет мир. Как луч солнца, являясь, тотчас прогоняет тьму, так и человек добрый и кроткий скоро превращает смятение и ссору в мир и тишину. Здесь нужно заметить, что Христос об одних только мирных по образу жизни говорит, что они сыны Божьи. Матфей 5, 9. Прежде же, одним кротким он усвоил свое собственное название, потому что один только тот, кто становится для других виновником дружбы и мира по возможности подражать Сыну Божию. Ибо как Он, Бог и Господь всех, явившись нам в божественной своей плоти, примирил с людьми святых ангелов, которые были как бы враждебны им, так и человек добрый, братьев, родственников и близких, враждующих между собой, убеждая повиноваться законам Божьим и оставив вражду, любить друг друга по заповеди Божьей. Подлинно, что живы в телах наших, то же добрый человек в доме, в церкви и в городе. Ибо и Павел обыкновенно называют братью телами и членами друг друга. Ефесянам 4, 25. Посему тот, кто водворяет дружбу между разделенными и ссорящимися, поступает по слову Павла, убеждая всех не пренебрегать членами и не пожирать друг друга. Таким образом, справедливо сказано, что виновник между братьями, соединяющий и скрепляющий разделенных и ссорящихся, имеет такую же силу в церкви, в доме и в городе, какую жилы имеют в телах. А такую силу нам другими каждый приобретает тогда, когда он первый является кротким по жизни. Напротив, кто легко приходит в гнев, тот показался бы смешным для других, если бы стал усмирять девушьихся. Аминь.